Добро пожаловать снова на мой канал в этом выпуске Ани Лорак и все ее недоброжелатели. Как видите, эта история никак не может утихнуть и дальше продолжают вылазить какие-то защитники зачем-то и что-то комментировать. В общем, я уже сто раз об этом говорил. Чем больше их вылазить, тем хуже они делают самому Меладзе всей этой истории. Ну и вот, как оказалось, недавно Анна Седокова была в Киеве по делам, плюс она снимала клип. Ну и, конечно, у нее канал Украина взял интервью по поводу всей этой истории. Она как-то так неоднозначно прокомментировала это все. Вот сейчас зачитаю ее цитату прямую. «Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. Я не знаю, не уверена пока в своих действиях, что со временем все, кто был причастен к этому, об этом все равно станет еще более громко известно. Я желаю всем девушкам беречь себя и помнить о своей ценности и всегда быть под защитой». Вот так вот прокомментировала эту всю ситуацию. В общем, одним словом, Анна Седокова нам прогнозирует, что эта ситуация выйдет из-под контроля и зашумит еще громче. Ну, по крайней мере, это ее слова. Также эту ситуацию прокомментировала Леся Никитюк. Вот это вот вообще для меня неожиданный персонаж. Зачем она вообще сюда встряла? Ну, как говорится, публичный человек. У нее взяли комментарии, она ответила. Поэтому зачитаю ее ответ. Вот что она, собственно, сказала. «Я не хочу ничего комментировать об этом уважаемом человеке. Это заслуженная вообще творческая личность. И, честно говоря, это вообще-то подло. Единственное, что я скажу, не стоит упоминать о том, что было. Стоит ценить то, что есть сейчас», — сказала Леся Никитюк. Вот так вот. Во-первых, странные такие противоречия. Я не хочу ничего комментировать, но комментирую об этом уважаемом, заслуженном, творческой личности. Сколько комплиментов она отвела просто Константину Меладзе. И самое у меня, что поразило, не нужно упоминать, что было. Нужно ценить то, что есть сейчас. Вот так вот Леся считает. К сожалению, как многие женщины, потому что у Леси тоже огромная аудитория в Инстаграме. И вот человек вот такой вот несет во всеуслышание. Конечно, это ее позиция. Она имеет полное право на нее. А я имею полное право не согласиться с ней. Не просто не согласиться, потому что мне не нравится Леси. Потому что я уверен в том, что Леси говорит полную хрень. По-другому я сказать не могу. Что значит «не нужно говорить то, что было потом»? Очень даже нужно. Потому что уже сто раз говорила твоя же подруга Ольга Полякова. Потому что у того же интервьюера Димы Гордона ты сидела, Леся Никитюк, была на интервью и говорила, какая ее подруга Ольга Полякова. То есть ты считаешь, что твоя же Ольга Полякова, не нужно ей было об этом говорить. Я не могу понять, это твоя подруга или нет. В общем, ерунда какая-то получается, несостыковка. И вот Ольга Полякова объяснила, что если бы она в 19 или 18 лет об этом тогда сказала, кто бы ей поверил? Да никто. Ей вот сейчас никто не верит. Когда она уже стала известной, всеми любимой артисткой в стране. И все равно находится достаточно огромное количество людей, которые считают, что она на этом пиарится. Вот и все. Но это ерунда, конечно. Я не согласен с Лесей. В любом случае она имеет право на свою позицию. Вот вам такой комментарий от Леси Никитюк. Как вам? Ну для меня вообще неожиданно, что она как-то встряла в эту всю историю. Если ты уже не хотела комментировать, то тогда можно было так сказать. Я не хочу ничего комментировать. И на этом точка. Зачем дальше дифирамбы петь Меладзе и опускать Аню Лорак? Ци не то, что есть сейчас. Отлично. Замечательно. То есть она тоже считает, что все то, что есть у Ани Лорак, это благодаря Константину Меладзе. Но я так не считаю. В любом случае это Лесина позиция была. Я хочу услышать ваши комментарии. Ну и певица Асия Хат тоже высказалась. Не знаю, насколько она певица. Я ее знаю как, скажем так, поющую скрипачку. И вот ее комментарий. Да, я конечно общалась с Константином Меладзе и со мной таких вещей не происходило. Но я очень уважаю этого человека, как музыканта. Что касается Каролины, я знаю, насколько она в принципе правдивая и честная. Я не вижу смысла Каролине обманывать в этом плане. Поэтому мне сложно судить. Асия Хат выбрала такую, знаете, самую мою нелюбимую позицию. Ни туда, ни сюда. И вашим, и нашим. Непонятно. То есть Меладзе молодец. И Ани Лорак никогда не врет. Поэтому зачем комментировала и сам я ничего не понял. Ну, наверное, чтобы напомнить о себе. Потому что вряд ли уже кто-то помнит, кто такая Асия Хат. В любом случае это ее комментарий имеет на него полное право. Как вам ее комментарий? Ну и самый главный комментарий. Это такое даже небольшое видеоинтервью, которое дала никому неизвестная Мила Нитич. Это такая певица, которая уже сто лет ходит по разным шоу. Каким только можно. И в Юрмале она была. И в «Голосе страны» вот в последнем сезоне участвовала Мила Нитич. Ну такая вот, знаете, певица, которая пытается как-то что-то сделать. Да, у нее есть голос. Я уже об этом говорил. Она действительно талантливая. Но в ней нет харизмы. Для меня лично. Это мое субъективное мнение. Для меня она неинтересная. Несмотря на то, что у нее очень шикарные вокальные данные. И я сомневаюсь, что у нее что-то получится. Потому что столько лет человек пытается как-то пробиться в шоу-бизнес. Но в итоге ничего не получается. Но, как говорится, это одна часть ее жизни. Но вот здесь вот я был поражен. То, что я слушал, извините, у меня просто уши чуть не завернулись в трубку. В общем, одним словом, опять история повторяется. Ей задали вопрос касательно Ани Лорак. И она начала рассказывать. А зачем она это сказала? А чем она думала? А какая ее была цель? И вообще, зачем это сейчас ворошить? А какие доказательства? Конечно, получается, все начинают теперь цепляться в доказательства. А где их взять? Вот тебя закрывают в кабинете. Один на один. И человек вот подобное говорит или делает. И ты приходишь. Ну, а тебе говорят, а где доказательства? А где ты их должен взять? Вот я не могу понять. Это что? Мне нужно ходить с диктофоном, с камерой, с жучками, чтобы постоянно в случае чего доказать. Ну, вы странны. Получается, его слово против ее слова. Хотя Константин Миладзе молчит, как вы знаете. Ну, вот Ани Лорак тоже как бы забрала свои слова. И понятно, по какой причине. Потому что ее хейтят. И, как видите, не останавливаются. До сих пор продолжают. Мне вот говорят, сколько можно? Сколько можно об этом говорить? Вот видите, история не заканчивается. Вот сколько нужно, столько и буду. Потому что у меня эти все вот эти вот люди, которые вылазят из Путой Бича, непонятно зачем. Чтобы напомнить о себе или что? Мила Нитич, тебя вообще кто спрашивал? Ну, точнее, тебя спросили. Вот я все время удивляюсь. Ну, просто не власть и все. Зачем вы высказываете свое мнение, зная заранее, что вы огребете, причем хейта? Да, у вас какой-то небольшой процент, конечно, с вами согласится и поддержит вас. Но большая часть людей, они все равно поймут, что ты говоришь глупости. Как можно ругать Ани Лорак за то, что человек захотел сказать правду. И не важно, спустя сколько лет. Сказала это ее полное право. Она ничего плохого не сделала. Но видите, и Мила Нитич считает, что Ани Лорак не нужно было об этом говорить. Потому что Константин Меладзе, как она аргументирует, сделал очень много для украинского и русского шоу-бизнеса. Замечательно. Так что теперь получается, если человек сделал что-то хорошее и много для страны, значит он может делать все, что угодно плохое. Мы будем на это закрывать глаза, делая отсылочку к его хорошим вещам. Вы уж меня извините, конечно, но если вот посмотреть даже какие-то новости, есть врачи, которые спасают ежедневно жизни. Точнее не которые, а в принципе врачи. Они каждый день, они лечат нас и делают хорошие вещи. Но бывают, попадаются такие, которые могут и лишить человека жизни. Это я сейчас говорю не про неудачную передачу, а просто, когда он это делает с помощью кулакова и так далее. Просто потому, что вот так вот сорвало крышу или что, я не знаю. И такое бывает тоже в обычной жизни. У тех же врачей, хотя кто бы мог подумать, человек же занимается такой благородной профессией. И что мы должны теперь ему все оправдать и забыть, потому что он до этого 10 лет спасал жизни. Но вот то, что он здесь одну девочку лишил жизни, давайте ему это простим, потому что вот он врач. Это вот буквально история, которую вот недавно я посмотрел передачу. Я был в шоке. И тем не менее, чтобы понимали, этого врача тоже многие начинают защищать и рассказывать, что он хороший врач, и он столько жизни спасал. Да никто же с этим не спорит. Как и с Меладзе. Слава богу, это не такая история. Тут как бы о другом речь идет. Но суть вы, я думаю, вы уловили. Почему все цепляются за какие-то хорошие вещи, которые он делал, и забывают о том, что он делал вот такие вот плохие вещи. За хорошее мы похвалим, за плохое мы скажем нет. Так не должно быть. То есть вот эти вот все люди, публичные дамы, которые дают подобные комментарии, тем самым они дают нам понять, что нужно молчать и дальше. Но я еще раз повторяю, этого не нужно делать. Молчать не нужно, соглашаться не нужно. Об этом нужно говорить и заявлять. Несмотря на то, что вот эти вот все люди все равно нам пытаются внушить обратное. Спасибо Поляковой. Кстати, Мила Нитич сказала, что Ольга Полякова вообще на этой всей истории только пиарится, и всего этого могло и не быть. Вот так вот. Но это заключение Милы Нитич, понимаете? Тогда мне хочется задать вопрос Милы Нитича, а почему тогда ты с помощью своего таланта до сих пор не стала известной певицей? Почему ты не достигла уровня Поляковой, не достигла уровня Ани Лорак? Что не так? Я не могу понять. Я не хочу здесь переходить на какие-то личности, не буду ничего говорить, но видимо Мила Нитич продюсером как-то не приглянулась. Получается вот так вот, да? Или как объяснить эту историю, я не знаю. В общем, наговорила Мила Нитич непонятно чего и зачем она это сделала. Я не знаю, кто ее вообще просил. Видимо, тоже захотела пиару. Но то, что она говорила в этом интервью, я категорически с ней не согласен. Вообще, вот от слова совсем не согласен. В общем, Мила Нитич считает, что это такая модная волна про харассмент говорить. Пришла к нам из Запада, и поэтому многие наши певицы, точнее не многие, некоторые, это она имеет в виду напрямую, Аня Лорак и Ольга Полякова, что они решили на этой истории хайпиться. И все, что они сказали, это неправда, потому что доказательств у них нет. Не знаю, что в голове у Милы Нитич, но мне кажется, ей нужно пойти поработать с психологом. Возможно, она тоже что-то в своей жизни проходила. То, что ей не хочется вспоминать. И эти все истории, ее, видимо, к этому возвращают. Это лишь мои предположения, потому что иначе я не могу понять, или у нее просто нет ничего человеческого, какой-то женской банальной солидарности. Хотя, о чем я говорю? Я всегда раньше думал, что женщины, они как-то солидарны друг к другу, но потом, когда я стал взрослеть, я понял, что на самом-то деле нету там такой, как таковой солидарности. Именно женщины являются зачастую самыми главными хейтерами, критиками. И вот это вот вся такая, знаете, нехорошая история, потому что вот буквально над прошлой неделей на официальной странице канала «Украина» передачи «Зерковый шлях» они выложили фотографию Ани Лорак с премьера ее клипа «Раздетая». Просто, так скажем, новость. Вот у Ани Лорак вышел клип. И, конечно же, там люди писали свои комментарии. Почитал я комментарии, я просто ужаснулся. Я смотрел, кто в основном их пишет, и в основном их пишут представительницы женского пола. И чего они только этой Ани Лорак не желали. Это ужасно, конечно. Вот, что называется, пиар-компания сработала на отлично, потому что в глазах людей теперь она главный враг страны. Хотя, как по мне, это полный бред. Вообще я с этим категорически не согласен. Просто я понял одно, что людям всегда нужен человек, на которого можно все спихнуть, которого можно сделать виноватым в чем-то. И, видимо, в тот момент, когда вот эта вся нехорошая история начиналась, политики сработали именно так, что красиво все ехали на Ани Лорак, и народ как-то переключился на нее. И вот, видите, столько лет пиар-акция против нее работала в Украине, и по сей день продолжает это все происходить. Хоть не так уже, конечно, открыто явно. Спасибо, что некоторые каналы все-таки защищают ее и как-то даже упоминают, потому что раньше упомянуть даже Ани Лорак это было какое-то преступление. Теперь уже о ней хоть говорят. Еще раз хочется сказать Ольге Поляковой, пусть даже многие считают, что она занимается популизмом и пиарится на этом, ну, дай бог, чтобы вы не пиарились благодаря таким историям, потому что вам, видимо, не понять, через что проходят люди и как это отражается на их психике. Поверьте, это не очень приятные вещи, с которыми они идут по жизни. Поэтому, милый Нитич, огромный минус за это, не уважаю, не поддерживаю, но в любом случае принимаю точку зрения, она имеет право на нее, как и каждый человек, который пишет свои комментарии под всеми моими роликами. Вообще, опять же, хочу подчеркнуть, теперь мы знаем, благодаря передаче «Звезды сошлись» и Татьяне Васильевой и многим другим артистам, как все попадают на эту сцену. К тому же Николаю Цускоридзе. Теперь у нас есть полное право говорить о том, что любой человек, попадающий на сцену, он что делал? Правильно. Всем раздавал и раздвигал ноги, потому что нас убедили в том, что это абсолютно нормально и по-другому в шоу-бизнес не попадают. Поэтому многие девушки так яростно и гонят на Ани Лорак, потому что, судя по всему, им пришлось это сделать, а она, получается, так скажем, приоткрыла дверь в этот весь грязный шоу-бизнес и все теперь узнали, как это все происходит. Ну и их это, конечно, задело. Но это мои такие умозаключения, не более того. Просто я так чисто логически размышляю. По какой причине еще человек может беситься? Вот я, допустим, просто пытаюсь понять, да? Вот женщина пришла и поделилась такой историей, что вот человек ей предложил такие условия, она отказалась, потом вот были палки в колеса. Я, получается, по логике вещей, как бы как нормальный человек, если бы я был бы женщиной, я бы сказал бы, ну да, это ужасно неправильно. А если я начинаю на ней угнать, значит, во мне просыпается какая-то злость. А злость от чего? От того, что, видимо, я, получается, будучи женщиной, согласился. Но это так абстрактно. Сейчас просто рассуждаю, чтобы вам было понятно, да? Допустим, женщина согласилась на эти условия, она прошла через этот путь. И вот теперь их это бесит, потому что, получается, она раскрыла всю правду, а они же рассказывали совсем другие истории, как они своим талантом, честным трудом и только талантом добивались. А оказывается, нет. Вот поэтому и бесится. А как еще это все объяснить? Поэтому хочется сказать одно. Вот если кто-то еще будет вылазить и выскакивать, и что-то комментировать, я обязательно об этом снова расскажу. Потому что, если они рассказывают свою правду, то я буду говорить им свою правду. Потому что то, что они говорят, мне вообще не нравится. Я с этим категорически не согласен и не собираюсь соглашаться. Поэтому жду ваших комментариев. Пишите. Все, как всегда, обсудим. Только, пожалуйста, без оскорблений. Несмотря ни на что. Потому что я понимаю, что иногда хочется так хорошенько проехаться по некоторым людям. Но я все-таки всегда призываю к тому, чтобы оставаться культурными и воспитанными людьми. Несмотря ни на что. Не будем брать плохой пример с наших политиков и представителей грязного шоу-бизнеса. Именно грязного. Потому что по-другому я это все назвать не могу. В общем, жду ваших комментариев. Не забудьте поставить лайк этому видео. И до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok